Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться, серую кнопку вы подписаны, а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! Под прошлым роликом с обновлением мы набрали действительно большое количество лайков, и в честь этого, дорогие друзья, я предлагаю поставить лайк, потому что у нас начались летние каникулы, и чтобы они были самыми лучшими в этой жизни, просто поставь лайк на удачу. И у тебя обязательно будет всё отлично, ну а если проигнорируешь, то пеняй сам на себя. Новая миссия появилась в игре Закопа, всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, и сегодня мы продолжаем с вами играть в нашу любимую и замечательную игру Симулятор Автомобиля номер 2. Но перед тем, как мы начнём, я, конечно же, хотел показать комментарии ребят из прошлого видеоролика. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой видос, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий, и тогда ты обязательно попадёшь в моё новое следующее видео. В общем, дорогие друзья, сегодня я нашёл действительно очень интересный комментарий под своим последним роликом. Мне написал подписчик такое интересное сообщение, вот такое. Бравлер Майнкрафт. Личи, проверь, в игре появилась новая миссия Закопа. Авария с людьми, там люди на полу, это правда. Проверь для ролика, ты топ. Окей, бравлер Майнкрафт, так как я люблю подписчиков, я, так уж и быть, я действительно проверю эту интересную и очень крутую штуку, которую ты мне рассказал. Поэтому сейчас я, в первую очередь, должен найти полицейские задания. Они у нас все разбросаны, в принципе, в одном месте. Нам нужно их на карте сделать задание полиции. Да, они у нас, в принципе, все в одном месте. Единственное, последнее вот тут, в коттеджах. Поэтому сейчас я вот просто прямо еду и должен посмотреть. Но хочу сказать, что у меня нет ни одного задания, которое моргает, то есть мигает с тем таким приколом, типа, оно у меня не пройдено, у меня такого нет. А может быть, правда вы говорите, что его заменили. Давайте это проверим, потому что, когда подписчики делятся такой информацией, я стараюсь проверять. Потому что, если это действительно правда, то каждый из вас может тоже проверить это и пройти новую миссию. Потому что это действительно круто. Но давайте узнаем это. Потому что сейчас я пока что не понимаю, как могло такое произойти или почему я это не заметил. Так, это у нас освобождение заложника. Это нам не нужно. Это точно не подходит под критерий, который нам описывал подписчик. Потому что там было написано ОДТП, в котором есть люди. Странно, там что-то жесткое походу. Поэтому давайте пройдем в другой райончик, где у нас может быть еще. Поэтому так, вот налево сейчас повернем. Вот мне два задания копот. У нас тут первое стрельбище, второе преследование тоже нам не подходит. Окей, тогда мы, получается, разворачиваемся. Поедем к тому, к четвертому заданию, которое у нас находится впереди. И посмотрим, что у нас там находится. Поэтому давайте подъедем. Вот это уже более похоже на правду. Потому что тут у нас задание, которое называется сделка. Хотя, стоп, тоже подождите. У нас нет ни одного задания, которое... Поступила информация о крупной наркозделке, которая произойдет ночью в районе парка. Сорвите сделку и конфискуйте товар. Так, это нам тоже не подходит. Странно. Но я помню, что у нас были какие-то еще задания интересные. Так, может быть, я что-то действительно пропустил. Уход от преследования, штрафстоянка. Нет, это задание полиции. Видимо, какое-то задание есть еще. Но мы его на карте не видим. Или оно отсутствует. Ладно, давайте пройдем туда вперед. Потому что я помню, что было задание, где надо было отрегулировать момент с ДТП. Потому что это действительно тоже очень такое вот важное. Странно. Может быть, правда, подписчик это заметил. Но что-то сделал не так. Потому что это на самом деле очень странно. Это у нас преследование. Там, где мы просто гоняемся за тачкой. Потому что я в этом уверен. Грабители пытаются скрыться. Езжайте к месту, где они были замечены. И остановите их любыми средствами. Так, это нам тоже не подходит. Это не то задание. Потому что в нем нет того описания, которое нам написал подписчик. Единственное, что нам осталось поехать туда. Собственно говоря, на коттедже. На вторую часть города. Точнее, вторую часть нашей карты. Наш другой вот маленький остров. Возможно, это задание именно находится там. Потому что эти три задания никак не связаны с тем, что написал подписчик. Вот с этим ДТП и что-то еще. Так, вот тут у нас... Да, как раз-таки тут у нас с вами ДТП. Вы можете это сейчас видеть. Вот оно, ребята. Это действительно... Вот оно, ДТП. Так. Ну, я думаю, что это нам подходит. Окей. Давайте сейчас подойдем сюда. И смотрим. В городе произошло дорожное происшествие. Найдите виновника и доставьте его в полицейский участок. Окей. Давайте проверим тогда. Сейчас мы берем полицейскую тачку. Странно, что это находится у нас вот тут задание. Потому что более подходило бы это как городское. Все-таки из полицейского участка. А тут машина выезжает непонятно откуда. Так. Все. Мы с вами следуем месту ДТП. Так. А тут у нас действительно какая-то заварушка. Опа-па-па-па. А тут у нас люди. Задержать подозреваемого. Сейчас будем это делать. Так. Надо сначала понять, как мне открыть эту дверь. Потому что она... А, нет. Нажалось все-таки. Окей. Дверь мы открыли. И смотрим, что тут есть. Тут все люди просто стоят. Я не знаю, что произошло. Они просто стоят. Хотя у них даже тачки не разбитые. Все целые. Лада Гранта и Мини Купер. Так. Посмотрим еще раз, что написал подписчик. Появилась новая миссия закопа. Аварии с людьми. Там люди на полу. Это правда. Возможно, он считал, что люди на полу должны... Не пойму, что в его плане было на полу. То есть они должны были лежать, стоять или что. Я думаю, что он имел ввиду про лежать. Но я тут не вижу никого. Странно. Окей. Ладно. Тогда нам нужно просто задержать эту девушку. Может, впоследствии там что-то мы другое найдем. И окей. Так. Эй. Куда она убежала? Так. Ну-ка садись быстро в тачку полицейскую. Подозреваемая. Точно. Так. Все. Она села. И теперь мы должны ее отвезти. Так. И нам нужно следовать дальше. До полицейского участка. Блин. Я вот совсем чуть-чуть перебился. Я вот хотел измерить действительно скорость этой полицейской тачки. Потому что к чему я вообще вел? Когда мы едем на обычной тачке и за нами гонятся копы, то у них нереально быстрые тачки. Они настолько быстро нас могут догнать, там что-то вот сделать, что мы не успеваем. И понимаем, что там у них просто турбодвигатели. А тут я понимаю, когда вот мы катаемся на полицейской тачке, когда мы в роли копа, то она уже не такая уж и быстрая. И почему так? Это не честно. Что там у них на каждой тачке разные двигатели? В принципе, может быть, потому что мало ли они меня считают как новичком. Так, ну-ка. Все, мы это выполнили. Миссия выполнена. Твой день. То есть, да, все. Задание пропало. Его больше нету. Но появились зато... Вот тут. Подождите, что-то я запутался. Да. Теперь вот тут у нас два задания. Возможно, действительно у нас появилось как новое вот в том месте. И это может быть тоже другое, только теперь ДТП. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давайте это проверять. ДТП, да? У нас опять ДТП. То есть, действительно, ну-ка, еще одно задание. А, нужно ждать пять минут. Походу, это еще какой-то прикол. Поэтому, дорогие друзья, честно говоря, я проверил одно задание. И там не было того, что писал именно этот подписчик. Поэтому, если вы действительно видели такую миссию, то обязательно отправляйте скриншоты мне в группу Телеграма. Ссылочка будет в описании. И я опубликую это. И обязательно сниму про это новый видос. Ну, а также поддержите этот ролик лайком. Потому что лайк это лучшее средство для продвижения видоса. И подпишитесь, если тут впервые. А кодовое слово в этом ролике пускай будет полиция. Все, кто напишет слово полиция, обязательно попадет в мое новое следующее видео. Ну, а с вами был, как всегда, я, ваш любимый Лич. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем до скорых встреч.